Ом Ти Ви Юэй про головне. Он геноцидный герой. Москаляку, нагеляку и все прочее. С самого начала вся эта революция незалежности и прочее шла на языке геноциды, равно язык Бандеры. Уберите Бандеру, геноцидная цепочка распадется. Но мы видим, что с каждой недели и с каждым месяцем Бандера становится все больше. Эскалация бандеризации Украины нарастает на государственном уровне. И это позволяет нам говорить, что сегодняшняя элита Украины, правящая, взяла на вооружение героев геноцида, логику геноцида. Это геноцидное поведение и геноцидные алгоритмы. Вы что, не знаете об этом, что ли? Россия, официально Российская Федерация. Не путать с Русью, Российской Империей и СССР, государство молодое, находящееся, так сказать, в самом пубертатном периоде. Образовалось оно 25 декабря 1991 года. Но что тут поделаешь? Период созревания затянулся. Что такое пубертатный период, спросят особо скрепные. Если ответить толерантно, это период, когда думают исключительно низом, а не верхом. Потому и президент РФ наречен народом анатомически своеобразно. Все логично. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина-мужина, она была бы дедушка, а не бабушка. Как любое пубертатное существо на пике выброса гормонов, Россия занята поиском предмета любви и обожания, у которого по старой ордынской традиции вообще не спрашивают, желает ли сей предмет любви и обожания или нет. Ну, помните, пришел, увидел и убил. Такая старинная традиция. Вы понимаете, что пацифист не будет защищать никогда родину и стихотворениями или кисточкой. Никто никогда ее не защищал и не защитит. Тем более в наших условиях, когда вокруг все такое творится. Ребенок боится автомата. Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Ну разве это нормальное явление? Когда любовь отвергается, пубертатное существо сразу находит сто пятьсот оправданий, что предмет любви сам дурак не рассмотрел, так сказать, в светлом облике захватчика братский православный народ. В общем, поступки и логика у пубертатного существа – это вещи несовместимые. Ибо низы все время хотят, а верхи еще подростковые прыщи не вывели, чтобы нравиться. Извечный конфликт низов и верхов. А вы думали, о чем писал дедушка Ленин? Кремлевские пропагандисты, создавшие совершенно управляемое российское общество, оказались в ловушке своей же пропаганды. Русский мир, который вдруг уверовал в то, что он самый русский и все должны впадать в прострацию при его параноидальном шествии в парах Бутеррата, оказался в плену своих иллюзий. Войну в Украине Россия начала с уверенностью, что все украинцы бросятся к ногам завоевателей. С букетами роз и криками «Слава освободителям!». Успех Крыма окрылил, любят, пубертатность взыграла и русские начали любить Донбасс, Харьков и Одессу, Херсон, Николаев и Киев. Заходили мы вместе с Гиркиным, но мы пошли не в Горловку, как должны были сразу, а попали каким-то образом в Славянск. Почему в Славянск? Много там ходило разных легенд, слухов, но это все бла-бла-бла. Захватив СБУ, разоружив полицию в городе, мы буквально за час взяли город полностью. Под свой контроль. Когда местному населению начали рассказывать, для чего мы пришли, чтобы не угнетали русскоязычное население на территории Украины, желающим вступайте в ополчение, чтобы защищать свои родные дома, местное население отозвалось очень-таки интересно. С 300 тысяч населения, ну думали, ну процентов 20 пойдет в ополчение, защищать свой дом. Это мы не берем женщин, стариков, детей, ну процентов 20 мужского населения пойдем. В конечном итоге, по факту, получилось так, что полпроцента населения стало на защиту своей родины. И самое обидное, бомжи, пьяницы, безработные. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все верят. Правда. Верят, что их ждут и любят, что им нужно на Берлин, на Прагу, что разграбленные ими и восстановившие экономику страны – это их собственность. И они имеют право. Верят в право убивать и грабить, заменив его толерантным освобождать. Зачем тебе это все? Ну, чтобы освободить Донбасс от нацгвардии. Но вера, построенная на лжи, лживая вера. Поэтому Россия споткнулась о Донбасс и смачно плюхнулась в лужу перед всем миром, звеня слегка недоразвитыми пубертатными бубенцами. Ну, например, нацизм был менее антирусской идеологией, чем украинство. Потому что нацизм все же предполагал сохранение русского народа в качестве каких-то там сильно сокращенных трудовых биомасс, но все-таки какая-то там форма жизни русским сохранялась. Украинство уничтожает русскость в принципе, она уничтожает русскость в прошлом, украинство уничтожает русскость в будущем. Украинство радикально антирусско-руссофобской идеологии. Это надо понимать. Украина яростно сопротивлялась братской любви. Донбасс активно сдавал координаты захода техники, выходил на Евромайданы, красил заборы и остановки в желто-синий, наводил украинскую артиллерию на армию русской любви и по-донбасске не сдержанно орал в соцсетях «Мочи москалей! Мы потерпим!». Русские пропагандисты этого не ожидали. Начались вбросы на тему «Все на Донбассе – козлы и сепары». Украина – девушка взрослая, образованная и европейская. Она взвешенно обдумала и ответила на «Все сепары там, сами разберемся!» Наши люди, наша земля, наши проблемы. Но разве можно угомонить пубертатное существо, когда уже все гормоны приведены в боевую готовность? Нет. Володинские и сурковские пропагандисты не ожидали многого. Если россияне ехали на Донбасс воевать, поверив в пропаганде, подчиняясь приказу, но с чувством праведной уверенности в его справедливости, то местные воевали исключительно, чтобы грабить или за зарплату. Конечно, для местной приземленной публики было и «не забудем, не простим», и «деды воевали», и «одесская хатынь», и «хунта», «гейропа». Но денежки донбасская шобла предпочитала получать и хранить в валюте. Знаете, что для российского ФСБ было открытием? Не украинское донбасское подполье, нет, а то, что так называемые ополченцы, местные путиноверы и русофилы убивали их военных из-за банальных денег, грабили их офицеров, их части и приграничные города, получили русские их там нет и зарплату и исчезли в степях, шахтных отстойниках и балках. На их там нет и суда нет. Потому что у ополчения Донбасса появился новый бизнес – продажа трупов Родине. Родина, милая, миролюбивая русская Родина, тут же подтвердила их там нетовость ситуации и отказалась приобретать предложенный товар. Сейчас двухсотых разыскиваемых русской роднёй в соцсетях Донбасса пытаются продавать, минуя государство, то бишь напрямую родне. Деньги, гуманитарку, патроны и солярку в ополчении так называемых ЛДНР банально воруют. Банально продают укропам и друг другу. Хотя тут бизнес двухсторонний. Сначала воруют в министерствах России, списывая миллионно-тонные затраты на поставки на Донбасс, а то, что всё же поставили, уже доворовывают местные. Горят цистерны с солярой – укропские партизаны. Не доехали боеприпасы и техника – укропские партизаны. Нет гуманитарки народу – народа много, на всех не хватит – укропские партизаны. Когда кремлёвские кураторы оценили уровень воровства, они ужаснулись цинизму опекаемых донбасских братьев. Готовых выдрать из русского горла последний кусок хлеба и уйти туда, где он ещё остался. Да, уважаемые россияне, русский мир – он такой русский. ЛДНР и его народ, не путать с гражданами Украины, жителями Луганской и Донецкой областей, оказались тем зеркальным дном, в отражении которого с ужасом смотрит создавшая это днище Россия. Россияне верят, что воюют за освобождение и любовь. Местные пьют, воруют и убивают русских, если им банально не хватает любви, зарплаты и гуманитарки. Донбасс стал вечным российским «дай». Вот, солдаты, конечно, да, недовольны, потому что, ну, условия жизни здесь нет. Вот. И укропы стреляют, блин, по нам. Да, и здесь вышла ошибочка. Донбасс, воспитанный пропагандистами в нарциссизме и самолюбовании, ударил больно по своему воспитателю. Дай льгот, дай денег, дай помощи, дай гуманитарку, дай гражданство, дай пенсию и так далее. Это вам не молчаливая Осетия, Абхазия и Приднестровье, смирившиеся со своей участью. Как только Россия не выполняет очередное «дай», Донбасс в лице оккупированных районов, естественно, тут же угрожает компроматам, документами их там нетов, Буком, Нидерландами и Гаагой. Услышьте голос Донбасса. Россия за эти попытки шантажа марионеток не жалует. Участь бедного, мозгового, дремого и других отпрысков русского мира – яркое тому подтверждение. Или снова укропские партизаны. Все чаще слышно голос Донбасса. Россия обязана. Куда они теперь денутся? Мы повязаны многим, в том числе и кровью. Но и в ответ Россия получила не то, что ожидала. Рядом с ней, в кровати, не обожающее ее существо, готовое выполнять приказы, а хищник – самовлюбленный и самоуверенный хищник Альфонс, желающий обогатиться за счет любвеобильного партнера. Нет укропов и фашистов – есть русские богачи, москвичи, бизнесмены. Тем, у кого нет принципов, все равно, кого убивать. Россия воспитала из скрепных новороссоверов замечательную армию мародеров, хорошо вооруженную армию, которая зачищает Россию. Отмечается нарастание конфликтного потенциала в связи с возросшей миграционной нагрузкой. Наличие почти 73 тысяч нетрудоустроенных и нежелающих работать, так как Россия обязана, по их мнению, их содержать беженцев с Украины, осложняет криминальную обстановку, заявил Патрушев. А откуда беженцы? Из войны. А кто создал войну? Граждане России, участники вооруженных бандформирований, возвращаясь домой, везут оружие. Чувство безнаказанности и желание убивать. А еще они увидели деньги. Война – это грабежи и мародерство, безнаказанность и страх жертвы. И тем, кто ехал убивать на Донбасс, все равно, на каком языке говорит жертва. Новороссия могла стать такой прививкой, началом возрождения всей России. Шестая колонна это вовремя заметила и вовремя, собственно, сделала некую такую санацию. Да, конечно. После того, когда было воссоединение с Крымом, против которого тоже выступала и шестая, и пятая колонна, пятая открыта, а шестая скрыта, после этого, конечно, вопрос встал о том, будем ли бы продолжать воссоединение русского мира и освобождать от проамериканских, неонацистских карателей русское население, бывшей восточной Украины, либо мы остановимся. Вот те, кто не принял Крым, это пятая колонна. Даже те, которые шестой, которые не приняли Крым, они оказались в рядах пятой. Заигравшаяся в войну или любовь Россия, похоже, не понимает истока роста преступности, не понимает реально видимую причинно-следственную связь между пропагандой убивать славян, русских, украинцев, играми в высшую нацию, поставками оружия бандитам, созданием сомалийского лугандона у своей границы. Освобождение Юго-Востока начали с грабежей банков и магазинов. В России участились грабежи банков и магазинов. Продажа оружия, наркотиков, киднеппинг, террор – это стороны одной любви, братской, русской любви. Россия создала проблему, которая стала не только ее проблемой. Она стала ее частью, ее левой-правой рукой и ее пубертатными недоразвитыми бубенцами. Восстанавливать суверенитет и России, и зачищать пятую колонну в России, и помогать тем людям, которые живут на Донбассе, освобождать всю Украину, нашу совместную родину, подчеркиваю. Которая была наша совместная полторы тысячи лет и будет, я уверен, еще полторы тысячи лет. Мы обязательно победим. Но сейчас это тяжелое действительно время. Это как блокада Ленинграда, которую надо, может быть, выжить, пережить. Но пережить вы сможете, и люди, которые там живут, это благо, если они будут видеть цель и смысл. Победим Украину. Историус там пытается обвинять Путина, что Путин якобы, Россия, использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд и шатание в германские политические силы. И кратить, утверждает Макрон, бояться Владимира Путина. Более того, храбрый Эммануэль сообщил Евросоюзу, что война уже вернулась в Европу, как прежде. Субтитры создавал DimaTorzok